Сегодня из Баку приходят не только спортивные, но и важные политические новости. Президенты России и Турции обсудили масштабные совместные программы. Место Южного потока теперь Турецкий. Этот проект может изменить энергетическую карту Европы. Владимир Путин также встретился с главой Азербайджана. О стратегических интересах, а также восточном гостеприимстве. В репортаже Павла Краснова. О чем президенты России и Турции будут говорить за закрытыми дверями, догадаться можно было уже по составу делегации. Участие в переговорах глав Газпрома, Минэнерго и Росатома явно намекало, что речь пойдет об энергетике, атомной и газовой. В обеих этих сферах у стран есть совместные проекты строительства АЭС и газопровода через Турцию. Но перед камерами Путин и Эрдоган лишь обсудили последние новости. Открытие в Баку европейских спортивных игр. Отметив, что это событие не удостоили своим вниманием большинство их европейских коллег. Вчера вечером было великолепное открытие. Но внимание привлекло то, что здесь не было никого из лидеров Евросоюза. Турция как кандидат на вступление в Евросоюз представляла весь Евросоюз. Для некоторого скепсиса по отношению к Евросоюзу у Турции, тем более у России, есть основания посерьезнее. Именно несговорчивость Европы заставила Москву отказаться от строительства газопровода «Южный поток» и заменить его другим проектом. Турецкий поток будет реализован совместно с Анкарой. Прокладка трубы по дну Черного моря должна начаться уже в ближайшее время. А к 2019 году по ней должен пойти весь объем газа, который сейчас качается в Европу транзитом через Украину. Правда, Брюссель после сворачивания «Южного потока» заявил, что нашел российским поставкам альтернативу. И не где-нибудь, а здесь, в Азербайджане. Сеть газопроводов, получившая название «Южный газовый коридор», по плану соединит юг Европы с Каспийскими месторождениями и тоже через территорию Турции. Так что, возможно, газовую тему президент России обсуждал и в разговоре с главой Азербайджана. Хотя в присутствии журналистов речь шла об общих перспективах в экономике. Несмотря на сложности мировой экономики, мы все-таки наращиваем потенциал взаимного сотрудничества в экономике. Между нашими странами установился такой уровень отношений, который позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Я разделяю ваши оценки по поводу уровня и характера наших отношений межгосударственных. Хочу отметить, что несмотря на все таблинотости в экономике, товарооборот между нашими странами растет. В прошлом году был вырос, по-моему, на 12 с лишним процентов, а вот за первый квартал этого года уже почти на 6. И это, в общем, говорит о том, что азербайджанские предприниматели, они пользуются ситуацией, которая складывается на наших рынках, в том числе и на продовольственных рынках. Это нас очень радует. Больше того, если это сотрудничество будет расширяться, оно будет еще и лучше. Мы в этом заинтересованы. И, разумеется, Путин и Алиев не могли не коснуться в разговоре первых в истории европейских игр, которые принимает столица Азербайджана. К тому же непринужденной беседе способствовала и обстановка. После официальной встречи Ильхам Алиев пригласил коллегу в гости и даже сам отвез его на электромобили в свою резиденцию, где супруга азербайджанского президента накрыла гостям стол для чаепития. Спортивная тема в Баку сейчас привлекает никак не меньше внимания, чем политика или энергетика. После беседы с лидерами стран президент России отправился сюда, в Олимпийскую деревню, которую, скорее, можно назвать Олимпийским кварталом, на встречу с российскими спортсменами, приехавшими в Азербайджан для участия в первых европейских играх. Настроение у спортсменов боевое. В Баку Россия рассчитывает на победу в командном зачете. Надеется на это, позволяет состав команды наиболее представительный с точки зрения количества и уровня подготовки атлетов. Рассчитываю, что вы покажете самые лучшие свои возможности. Но это, правда, только начало, имея в виду, что это первые европейские игры. Будем надеяться, что эта традиция будет продолжаться. Всего вам самого доброго, успехов вам! Спасибо! Как настроение? Отлично! Хорошо! Молчите! Вроде как сомневаетесь! Победа за нами будет! Не сомневаюсь! Президенту спортсмены подарили комплект формы национальной сборной и попросили о совместной фотографии. Правда, и после нее Путину пришлось немного задержаться. С аналогичной просьбой к нему обратились азербайджанские волонтеры, работающие на играх. Президент отказать не смог. Павел Краснов, Ерешов, Павел Моисеев, Первый канал, Баку.